Всем привет! Сегодня у нас 17 июля 2019 год. Вот хочу показать новый сорт моей коллекции. Сигнальное подоношение. Сорт абрикоса Harostar. Это канадский сорт. Сейчас покажу, какая урожайность на первый год сигналок показала. Сорт самоподный. Я так понимаю, урожайный, десертный. Сейчас покажу урожайность. Вот клады на верхушке дерева. Вот такие оранжевого цвета. Полностью поспели. Сейчас сорвем, положим на веса. Вот такая вот красивая абрикоса. Абрикос плотный, то есть хороший для длительных транспортировок. Опа, красавчик такой. Так вот, такие показал сигналки в этом году. Очень красивые, эффектные абрикоски товарные. Вот это получается с более такой северной стороны, не солнечной. Окрашиваются вот так, с солнечной стороны, окрашиваются с загаром, с таким красивым красным. Сейчас сорвем. Абрикоса привита на подвой Pumicelect. Плоды, естественно, не крупные. Нужно сажать на сильнорослых подвоях. Вот такие вот абрикосы, это потертый. Но не гнивые, не гниют они. То есть полностью спелые. Где резкость? А, вот резкость. Такая вот красавица. Сейчас оборву чуть-чуть, покажу, какой у них вес. Держится он хорошо при поспевании. Когда полностью перезревает, как сейчас, то не осыпается. Плодлов нету. Именно, чтобы они были на полу. Все на дереве висят. Вот, как видно. Сорт самоплодный. Хорошо завязываются, как цвел данный сорт, так и завязался. Вот, более на солнце. Вот такой может быть у него загар. Красивый. Где же это резкость всего? Вот так вот на солнышке. У меня он тут посажен в тени. То есть, чуть-чуть только попадает солнце. А тут вот идут деревья. Видно, что закрывает кроны деревьев, закрывает солнышко. Сейчас будем дегустировать его. Попробуем, какой он данный сорт. Покупал его за то, что очень вкусный, говорят. 4,8-5 баллов. Вкусовое качество. Сейчас посмотрим. Вот такой вот сорт красивый. Вот так вот он эффектно выглядит на тарелке. Красавчик. Сейчас посмотрим, какой у него вес. Абрикос. Среднего срока созревания получается. Средина июля должен поспевать. Но сегодня 17-е число. Как раз, в принципе, в срок он поспел в этом году. Давайте глянем, какой вес у него. 51 грамм. Заявленный вес у него 50-70 грамм. Ну, начнем с того, что это привит на подвой и пуми-селект. Не дотягивает он чуть-чуть до размера заявленного. Потому что сам подвой не может дать крупных плодов. Низкорослый. Опа. 48-50 грамм абрикоса. Еще и первое подношение 44. Опа. Вот это. Да, 48. Грубо говоря. То есть, если посадить его на сильнорослый подвой, то будет грамм по 70. То есть, давайте сейчас... Абрикос очень плотный. Такой транспортабельный. То есть, классный он для перевозок. Для коммерции. Для продажи. Давайте разрежем. Сейчас посмотрим. Вот этот красавчик какой-то. Он плотный. Прям нож не входит. Хотя он спелый-спелый. Полностью поспел. Косточка у него плохо отделяется, у этого сорта. Хорошо этот сорт еще использовать для кураги. Пока сейчас разупим, попробуем руками. Вот так вот. Косточку посмотрим. Она полотделяющаяся. То есть, так. В принципе, от мякоти отходит. То есть, выпать можно. Слышал, что очень вкусная с него получается курага. Абрикос сам по себе очень сладкий. Сейчас продегустируем, посмотрим. Сока не очень много. Вот я надавливаю. Не очень. Сейчас попробуем на вкус. Хрумтящий. Очень сладкий. С легенькой такой. Даже можно сказать неощутимой кислинкой. Не слышно прям кислинки в нем. Сейчас еще попробовать более спелый. Такая красивая у него ярко-оранжевая мякоть. А ну-качки. Абрикосовый аромат очень явный. То есть, с таким вкусом. Действительно такой десертный. Классный сорт. И по вкусу. И на вид классный. Я думаю, что кто себе не посадит, то будет доволен этим сортом. Вот так вот купается. В принципе, нормально. Нормально. Кусточка. Если кусочка отставала. Вот так она отстает. Такая кусточка. Вот так, конечно, классный. То есть, для сигналок мне понравился, как он заподоносил. Ну, то есть, советую всем. У кого растет этот сорт в саду, пожалуйста, отпишитесь мне в комментариях. Расскажите за него более детально. Потому что у меня первое подношение, первые сигналки. Сильно многое рассказать за него не могу. Надо рассказывать за него, когда он растет в саду, хотя бы год 5-6 подоносит уже. Явно знаю, что наслышан на нем о том, что он морозостойкий, неприхотливый сорт. То есть, товарный, транспортабельный, сладкий. Девоксиционная оценка у него до 5 баллов по вкусовым качествам. То есть, ну, класс. То есть, кто выращивает его, пожалуйста, отпишитесь. Расскажите свое личное мнение об этом сорте. То есть, буду рад услышать, услышать информацию от профессионалов, садоводов. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.